Мне очень понравилось, очень радует, что колледж находится в очень хорошем техническом состоянии. Понятно, что далеко не все у нас педагогические колледжи могут похвастаться, к сожалению, хорошей инфраструктурой. Здесь все необходимое для учебного процесса есть, и видно, что и руководство университета, и руководство колледжа непосредственно в это вкладывают душу. Это очень здорово, потому что условия, в которых мы готовим педагогов будущих, учителей, они во многом определяют потом то, как ребята, в том числе получив очень хороший уровень знаний, занимаются с детьми в школах. Это важно, потому что среда определяет сознание. Кроме этого удалось посмотреть, помимо самого технического состояния, еще и определенные с коллегами вещи, связанные с развитием, созданием мастерских. Ну, понятно, что это конкурсный процесс в рамках национального проекта образования, но мне кажется, что шансы достаточно велики у коллег в этом конкурсе победить. А те задумки, которые они сейчас представили, очень интересны и перспективны. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы и весь трудовой коллектив и университета, и, конечно, колледжи, которыми университет богат, поздравить с началом учебного года. Понятно, что пандемия накладывает свои особенности, но вот об этом и Сергей Сергеевич, наш министр, и говорит неоднократно, и президент сказал об этом на президиуме Государственного совета, посвященном вопросам образования, который буквально вчера состоялся. Никогда, конечно, никакое дистанционное образование не заменит точного формата подготовки, особенно у нас в педагогической науке. Это очень важно, потому что здесь очень важно чувствовать человека, общаться и личные знания и опыт передавать. Поэтому я всех искренне, особенно трудовые коллективы, поздравляю с началом учебного года, предстоящим нам, и уверен, что мы, несмотря на все эти пандемии, начнем его очно и пройдем хорошо.